Депутаты от Европейской народной партии Сказала евродепутат из Литвы Сандра Калниети По мнению Калниети, премия Навальному будет означать, что Европарламент слышит голос молодого поколения россиян, желающих альтернативы нынешнему режиму в России А тем временем сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призывают госсекретаря США Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека В том числе против генпрокурора Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко Последний в тот же день подал в отставку Об этом говорится в письме Рубио и Кардина, опубликованном 1 октября Под ним стоят подписи еще девяти сенаторов Сенаторы в письме просят принять меры в ответ на продолжающееся преследование со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции В том числе заключение под стражу по политическим причинам многих граждан Политики призывают задействовать для этого акт Магнитского, который предусматривает применение персональных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека Обладатель квартиры за 5 миллиардов Сергей Чемизов стал героем России Теперь он сможет бесплатно ездить на общественном транспорте Президент Путин присвоил звание Героя России своему давнему коллеге по КГБ и соседу по панельке в Дрездене, а ныне главе госкорпорации Ростех Сергею Чемизову Причем награду нашла своего героя тайна На сайте Кремля указ не опубликован Несколько источников из ОПК и администрации президента подтвердили ведомостям, что секретный указ был подписан несколько недель назад По их информации, Чемизов стал героем России за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны Героям России полагается медаль «Золотая звезда» и право на установку бронзового бюста на малой родине, отмечают ведомости Так что бюст Чемизова может появиться в городе Черемхово Иркутской области Среди прочих благ, полагающихся героям России – бесплатное медицинское обслуживание и лекарства, протезирование зубов и проезд на общественном и пригородном транспорте С нетерпением ждем Сергея Чемизова в Литвичкина-Укулинина, где у него скромная дача за 400 миллионов рублей 6 гектаров, фонтаны, статуи, дворец на 1600 квадратных метров с рыцарским залом и троном Но особенно гендиректоры Растеха должны порадовать полагающиеся ему теперь скидки на коммунальные услуги Напомним, фонд борьбы с коррупцией нашел у руководителя госкорпорации квартиру за 5 миллиардов рублей с видом на Кремль Она занимает два этажа над элитным отелем «Фор Сизенс», который возвели на месте исторической гостиницы «Москва» на Манежной площади Площадь квартиры – почти полторы тысячи квадратных метров, так что коммуналка наверняка влетает Сергею Чемизову в копеечку Вот и помогает Владимир Путин старому товарищу чем может То главой самой крупной, дорогой и провальной госкорпорации назначит, то секретное звание даст со скидками на ЖКХ Между тем власть продолжает давить ФБК, пытаясь обанкротить фонд и тем самым парализовать деятельность В обычной стране это как минимум вызвало бы вопросы у различных структур Не просто же так они называются фондом борьбы с коррупцией Но у нас нет, все отлично, никаких проблем Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» И постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 миллиона рублей за митинг 27 июля Ну, все понятно Автомобильные дороги требовали возместить им 11,5 миллионов рублей Такой ущерб компания якобы понесла в тот день Иск был подан к 9 оппозиционерам Алексею Навальному, Александру Соловьеву, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Олегу Степанову и Георгию Албурову По версии компании, участники акции повредили малые архитектурные формы, а также элементы обустройства объектов дорожного хозяйства Технические средства организации дорожного движения Как это было, вы сейчас видите на экране Днем позже Тушинский районный суд взыскал с оппозиционеров более 240 тысяч рублей в пользу ресторана «Армения» по той же причине Ресторан расположен на Тверской улице и якобы из-за скопления протестующих был вынужден приостановить работу В результате представитель ООО «Анкор», который владеет Арменией, потребовал возместить им 552 тысячи рублей Столько, по их словам, ресторан недополучил из-за закрытия К слову, я был на той акции, и все заведения в центре Москвы закрылись по приказу сверху Чтобы протестующие не смогли купить воды Вовсю палилось солнце, и оставаться на месте в какой-то момент действительно стало испытанием Так что, господа из ресторана «Армения», зря вы так не туда смотрите Также ранее у оппозиционеров отсудил 1-2 миллиона рублей «Мосгортранс», а впереди еще несколько исков Но не думаю, что ФБК это остановит, будем следить за развитием событий ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА